Вот такой пакет лисичек весом около килограмма сегодня на трассе стоит 500-700 рублей в зависимости от жадности продавца. Оплата только за наличные. А налоги этот бизнес платит вряд ли. По статистике, рынок даров леса на три четверти находится в тени. Ситуации озаботились в Государственной Думе. В конце июня глава Комитета по природным ресурсам Николай Николаев заявил, что законопроект, регулирующий сбор дикорастущих растений, будет внесен на рассмотрение парламента в сентябре. Цитирую. Нам необходимо внести на рассмотрение Госдумы инициативу, регулирующую сбор дикоросов. Это огромнейший рынок, который у нас на три четверти теневой, потому что пока законодательство в этой сфере не предусматривает разрешение продавать дикоросы. Сегодня граждане, которые собирают грибы или ягоды, могут их брать свободно только для себя. Конец цитаты. Эксперты отмечают, что лес это федеральная собственность, и все грибы и ягоды в нем тоже государственные. А значит, те, кто торгует черникой или лисичками на обочине дороги, по сути, браконьеры. Для того, чтобы легализовать, вот все, что мы видим, у трасс продают, на железнодорожных станциях, все незаконно. Абсолютно все незаконно. Это нелегально. Наверное, нужно ввести какую-то систему патентов. Купил один раз на год, вот как на рыбалке, пожалуйста, собирай. Без ограничений. Сезон грибов и ягод пока не начался. Хотя мы нашли буквально несколько точек на трассе, где продавали лисички и чернику. В большинстве за импровизированным прилавком стояли наемные продавцы. И только в одной, сам сборщик. По его словам, если будет нужен патент, он готов его купить. Но в целом эту инициативу охарактеризовал кратко и однозначно. Это смешно вообще. Смешно просто. Правда, от всего урожая грибов и ягод в наших лесах собирают только около полутора процентов. И происходит это в том числе от несовершенства законодательства. Сегодня предприниматель может взять в аренду участок леса, но на срок от 10 лет. Это невыгодно. Ведь урожай каждый год бывает разный. На сегодняшний день невыгодно брать от 10 лет в аренду. Для того, чтобы легально заготавливать, потом получать квоты, экспортные лицензии и поставлять куда-то за рубеж. На сегодняшний день правильнее было бы брать, наверное, краткосрочную аренду до года. То есть, если у вас есть урожай, вы берете, собираете его, продаете и далее прибыль. Естественно, налоги и поступление в бюджет. Это в том случае, если предприниматели станут работать, что называется, по закону. А кто будет хватать за руку нечестных бизнесменов? По норме на 2000 гектаров леса должен быть один инспектор. Сегодня на каждом зона ответственности примерно в 10 раз больше. В лесхозах говорят, людей не хватает даже на то, чтобы остановить пиратскую рубку деревьев. Честно говоря, вот этим количеством инспекторов, которые есть, мы даже кое-где опаздываем с лесонарушениями более серьезные. Деревья где-то спилили и утащили. И следить за грибниками и ягодниками, честно говоря, у нас, наверное, ну, будем так говорить, не очень хорошо получится. Сегодня в Ленинградской области всего три договора аренды на лесные угодья для сбора дикоросов. Как ситуация поменяется, пока непонятно. Неясно и что будет прописано в новом законе. Автор инициативы, депутат Николай Николаев, пока ее никак не комментирует. Артем Поттер, Евгений Раков, Роман Чуй, Роман Великосельский. Вести.